Итак, времени у меня не очень много, к сожалению, быстро пройдусь по джоузи. Ну, не знаю, если честно, из года в год я вообще удивляюсь, просто поражаюсь, насколько вообще человек в принципе может быть лживым и трусливым. Просто как бы большего примера трусости и лживости, если честно, я вспомнить не могу. То есть это вот как бы Амр ибн Аль-Ас нашего времени, который олицетворение лживости, трусости и вот всего этого. То есть прямо когда вспоминаешь этого джоузи, перед глазами встает Амр ибн Аль-Ас, который там разделся до гола, когда увидел, что имам Аляли мчится в его сторону. Вот уровень такой у джоузи. Да что в чем проблема-то, не поймешь. То он непонятно, хочет он дискуссию, не хочет дискуссию. Вот буквально, сейчас секундочку, открою файл. Это март, да? Здесь хоть даты нет. Сейчас покажу вам. Вот видео. Это отправил Ержан. Ержан ему пишет. Ахи. Это по поводу дискуссии со мной. Это еще в марте. Это еще март этого года. То есть полгода прошло. Ахи говорит ему. То есть он, Ержан спрашивает. Они спрашивают, когда тебе удобно будет связаться с Курбаном и обсудить время и регламент. То есть мы вроде бы договорились, что у нас должна быть дискуссия. И я ждал, пока Джоузи напишет, чтобы мы могли обсудить регламент и время предстоящей дискуссии. Это март этого года. Он, Ержан, отвечает. Я еще не закончил с квартирами, брат. Пять квартир, две осталось привести. Две осталось привести в порядок. То есть он пять квартир, три привел в порядок. Еще две надо привести в порядок, он говорит. Ну, Ержан это написал. Я говорю, что у него квартиры. Пускай напишет сейчас. Буквально за полчаса, за час обсудим время регламента. А потом уже, когда он закончит с квартирами, мы уже проведем дискуссию. Ержан ему пишет. Может, ты свяжешься с Курбаном, Ахи, и вы придете к согласию насчет всего, чтобы они не возникали. Я говорю, какая разница, квартира, не квартира. Пускай напишет, договоримся о регламенте, о времени, обо всем договоримся. А потом пускай идет заниматься квартирами. И когда закончится, тогда уже приступим к дискуссии. Заранее договоримся. У меня пока нет публичного телеграмма, говорит. Что им передать, брат? И вот, что отвечает Джоузи. Ну, как есть, передай, брат. Я пока не на связи, показали это квартирами и прочее. У меня же, брат, четыре жены, я не забываю. Как есть, скажи, что здесь такого? Ну вот, хорошо, ладно, четыре жены, пять квартир. Хорошо, но ждем, ждем мы вот полгода. Хорошо, прекрасно, ждем мы. Прошло полгода. А тут он в июне, оказывается, создал канал, где устроился, в общем, фитнес-инструктором в зал в Каирский, который называется Левел, потом продает курсы по питанию и по тренировкам. Открыв канал в телеграмме. Ну, как бы, естественно, у меня возникает вопрос, а куда делось все это? А он вот это записывает. В ответ на это я его не оскорблял, ничего не говорил вроде бы, да, и насколько мне изменяет память. Я просто чуть-чуть пошутил, вот пост у меня есть, пошутил, что, ну вот, мы его ждем, а он как бы бэдибилдингом решил покачаться. В ответ он записывает... Так, походу, опять звука нет, да? Да, вот. Так, как его перемотать, можно? Братья мои, осам алейкум. Я прошел посылки, оказывается, Курбан меня ищет. Я бегу, оставляя высокие столбы пыли и никак не могу принять его диспут. Курбан, у тебя, наверное, куриная память. У меня куриная память. Человек сказал, у меня 4 жены, 5 квартир. Пропал. Я удивляюсь, куда он пропал. Он говорит, куриная память. Так, до сих пор звука нет? Должен быть звук. Кто-нибудь, скиньте ему ссылку на наш прошлогодний диспут с ним. Где он? Там записи есть. Я тебя не зову на диспут. Я вообще к тебе не кипотазить не имею. Я вообще не понимаю, что происходит. Он так заявляет. Это уже как бы чисто наперсничество, да? Чисто вот это вот жонглирование, некими такими фактами, которые вырываются из контекста. Что я ему сказал, что я тебя не вызывал. Ну да, я тебя не вызывал. Ты пришел ко мне, сказал, что хочешь 5 миллионов рублей и хочешь доказать, что Хадис-Коран и Сунна достоверно. Но потом выяснилось, что ты не это хотел доказать, что-то другое хотел доказать. И что-то, не знаю, что у тебя там. У меня вот смутные сомнения, что ты просто сначала согласился на мой вызов по поводу 5 миллионов рублей и решил, что сможешь доказать. Потом пошел, исследовал и увидел, что да, действительно нет ни одного достоверного Хадиса, где Пророк говорит, что я оставляю Коран и Сунну. Потом, ну, надо же выбираться, как ты из ситуации. Приходишь и просто говоришь, а ты меня вызывал? Я тебя не вызывал. Я всех вызывал. Я тебя конкретно не вызывал. Ну, и вот он, видите, он убежал от меня. Утреваю. Я сейчас сделаю другое видео, там будет ссылка кончала. Где он провалил диспут? Провалил диспут. Почему он провалил диспут? Ты сказал, что этот хадис, он мухталя фунфи, он сомнительный. Но ты признал мои правоту. Что мне там проваливать? Я очень уставший был на тот день. Моя ошибка была в том, что я в уставшем состоянии с тобой вышел на связь. Но даже при всем этом, при том, что я просто был невероятно уставший, все равно ты с поражением ушел. Ты там жонглировал. Жонглируешь хорошо. Я признаю, да, честно, честно. Признаю, ты отличный жонглер, отличный наперсточник. И ты свою аудиторию просто так облапошил, так их глубоко ввел в заблуждение. Это да, это мастерство я твое признаю. В наперсничестве твое мастерство я признаю. И человек, который заявлял, что искал меня целых семь лет, и когда настал тот час, то мгновение, когда он меня встретил онлайн, и провалил стреск в дискут, и оказалось, он меня даже и вовсе не искал. Спустя год говорит, я тебя искал. Ну, опять-таки, это передергивание. То есть насчет той встречи здесь все понятно. Ты пришел, признал мои правоты и ушел. Все, на этом вопрос закончен. Что мы там можем дальше обсуждать, и этот момент продемонстрировать вообще просто. Сейчас, секундочку, я тут найду. Вот это вот завершение нашего разговора. Это чтобы всем было понятно. Этот момент я буквально продемонстрирую этот отрывок. Вот. Это завершение нашего разговора. Я разъясняю Джози, все ясно и понятно, что я, когда объявлял награду в 5 миллионов рублей, я говорил по поводу хадиса Корана и Сунна, и вообще мне без разницы, кто придет, доказывает. Я вообще забыл на тот момент про Джози, я его не собирался вызывать. Я всем этот вызов бросал. Всем. Ты, если считаешь, что можешь доказать достоверность этого хадиса, приди, докажи, и я тебе выплачу 5 миллионов рублей в качестве награды. Я тебе говорю, я бросаю вызов, я бросаю вызов вам, я бросаю вызов вам. Так я принимаю же его, вот я перед тобой. Вот я перед тобой, скажи мне, он Сунну оставил или не оставил? Вот и все. Нет, послушай, ты мне приводишь хадис, ты мне приводишь хадис, где посланник Аллаху, говорит, что я оставляю среди, я оставляю две драгоценности, две вещи, одной из которых является Коран, а другой Сунна, после себя, оставляю после себя. Но смотри, зачем тебе нужно доказать данный хадис? И доказываешь, и доказываешь. Зачем доказываешь? Я тебе объясню. Зачем? Зачем? И ты так вот и не веришь? Если ты докажешь, если ты докажешь этот хадис, его достоверность у почки передатчиков, то ты выполнишь мои условия. А теперь по поводу того, зачем. Стоп, подожди. Зачем, чтобы вы... Здесь момент. Мне нужно что именно доказать? Что он оставил Сунну или не оставил Сунну? Подожди, подожди. Ну, это сейчас мы будем чуть-чуть отходить от темы, потом по поводу вызывал, не вызывал. Ты хочешь меня вызвать на диспут, чтобы я тебе доказал, что он все-таки Сунну оставил. Правильно? Причем здесь он? Вот причем проблема, да? Причем здесь он? Ты меня хочешь вызвать, чтобы я тебе доказал. Причем здесь ты? Ты сам сказал, вот. Сейчас это я продемонстрирую. Ты сам сказал, что этот хадис сомнительный. То есть ты не собирался этот хадис доказывать. Ты сам не говорит, что не признаешься. Этот хадис достоверно. 50 минут мы с ним 50 минут общались 50 минут он мучил меня только для того чтобы просто убежать из дискуссии зачем ты этот вызов бросил что ты этим хочешь доказать ля-ля-ля, тополя и только для того, чтобы просто сказать, что вот ты меня оказывается не вызывал на дискуссии и убежать натуральный просто уличный наперсочник вот ты сам здесь я понял, ты в общем хочешь вести диалог по конкретному спорному хадису и ты хочешь вести диалог по конкретному спорному хадису, который мы и так признаем что он спорный это никто, никакой более или менее понимающий науку хадис никто никакой более или менее знающий и тем более алим не скажет, что данный хадис он является безупречным данный именно данный хадид и конкретные его славы и пути и конкретные его славы и пути ну вот пожалуйста ты сам сказал что это ни один вообще ученый и знающий человек не будет доказывать данный хадис зачем мне после этого тебе вызов бросать ты что с ума сошел что ли а он не отходит бегать и то что я сказал что я его не хочу ему поэтому я его нет ему по этому поводу вызов не бросал и не хочу бросать он бегает вот он убежал от меня натуральнейший вообще есть вообще здесь хоть хотя бы чуть-чуть капля искренности объективности и и вот без фанатизма нет натуральный натуральный мошенник да причем здесь я бросил вызов с наградой если ты хочешь доказать и получить эту награду хочешь так да приди докажи достоверный путь этого хадиса все я тебе это все было ясно и понятно я ему все это объяснил причем не один раз но так как он понимает что нету этого хадиса достоверного пути передачи он что делать а он уже вы принял же мой вызов он что он должен он должен как-то найти выход из ситуации как-то убежать из этой ситуации как-то слезнуть просто вот чисто по мошеннически твоим трусливейшим стиле просто убежать и он это делает тебя спрашивают но вот тебя тебя я тебя я тебя смотри смотри ты меня вызываешь на нас сейчас нет не вызывая тебя я вызываю я вызываю я вызываю каждого кто утверждает что посланник аллах сказал что я оставляю после тебя две драгоценности коран и сумму пусть придет и докажет я вызываю если ты утверждаешь что есть такие слова достоверные посланник аллаху алихи али то значит вызов касается тебя если ты не утверждаешь что тебя не касается все ну в общем я не знаю вообще есть вообще у ум у людей у которые вообще как хоть как-то прислушиваются вообще верят в этого натуральнейшего мошенника натурально же трусливейшего мошенника вот я сейчас я тебя вызывал много лет ты же мне говорил что вот смотрите вот я один раз вызвал да смотрите это пост этого на персточника в социальной сети вконтакте я альхамдулла заскринил в свое время он потом это удалил вот это его пост я выкладывал в телеграме можете посмотреть то есть подробности я полностью этот файл выкладывал он вот что он говорит в этом файле пожалуйста сегодня мне попал ролик где международный кидает мне вызов ролик опубликован 22 ноября 2017 года он это пишет в 18 году затем я прошелся по другим записям и понял что я видимо много пропустил ну что сказать одесса во первых я уже не в россии как устраивать диспорт не знаю все вот это 18 год он убежал он ушел от дискуссии отказался просто причем здесь в россии не в россии все равно я к тебе ехал ты всегда говорил что я к тебе приехал ты же не собирался никуда ехать ну я ему это и сказал потом после этого поста я записал видео сказал что какая раз где ты находишься все ну я к тебе буду приезжать проблем нет приеду где бы то ни был в турции ты там в африке или еще где-то но ничего не ответил на это видео потом как-то там зашла речь в инстаграме по поводу джоузи я сказал что это просто трусливый человек который очень сильно боится дискутировать со мной я сейчас до сих пор это повторяю это просто трусливейшее существо которое никогда не осмелится прийти со мной на нормальную справедливую дискуссию да он может согласиться на дискуссию если там 100 миллионов 100 500 его абсолютно неадекватных и односторонних условий я приму тогда да может быть а так он никогда не на это не согласится но в любом случае потом вот в инстаграме когда зашла речь о том что я считаю его трусами и так далее что он бросал вызов он никогда не принимал этот вызов он в ответ на это что говорит ответ на это что говорит пожалуйста вот это к сожалению у меня отрывка этого оригинала нет вот остался хотя можно найти давайте попробую найти оригинал лучше поищаюсь поискать а давайте глянем какой нрав у этого голубчика а этот он мало того что будет еще неадекватно себя вести тупить будет он еще и будет себя как истеричка вести истерить там будет я о чем говорю говорю в том что ну вообще ваххабиты в принципе они тупые да как правило вот в особенности их вот эти проповедники ну не очень умные люди на самом деле объективно объективно не очень умные люди но естественно в джоузе так как и любой ваххабит он недалекий человек умом так помимо того что недалекий вам он еще и как бы истерик да он будет истерить я про это говорю но в любом случае я как бы говорю что он убегает от дискуссии за мной в ответ он что делает он очередной раз убегает но убегает в своем стиле своем наперсническом стиле поэтому завершу здесь я скажу ибнальмута видишь вот эти книги все правильно у меня задание у меня есть работы их оставить вот так бросить из-за сабаита я смогу конечно но у меня есть ряд как говорится дел есть планы у меня есть схема работы так вот стань в очередь тех кто хочет со мной вести диспут твой номер 599 и когда дойдет твой номер когда по списку ты тебя назовут к окошку подойдешь и запишись на прием к нам и тогда мы с тобой поговорим видите у меня есть работа у меня есть задание там и так далее я их конечно могу оставить но почему-то должна же причина для того чтобы их не оставлять а у него нет причины у него кроме трусости кроме того что он боится дискутировать у него нет другой причины поэтому что он говорит он повторяет то что у него есть у него есть скажем работа дополнительно причине от это это просто фактор того что джоузи просто не хочет диску вам понимает что я его просто и его доводы все его арку он просто потеряет лицо в этой дискуссии он просто в этой дискуссии он это прекрасно он по ним он это понимает с первых дней. Вот, пожалуйста, Джоузи, ты очередной раз отказался от дискуссии со мной. Видишь? Видишь, это твой отказ. И то, что ты ушел, вот пришел, скажем так, по поводу награды, да, пришел и просто ушел, это тоже твой отказ, это тоже убежал. В марте этого года мы с Ержаном общались, договорились, что вот ты будешь, ты придешь на дискуссию, напишешь мне по поводу регламента и всего остального, и потом пропал, это тоже бегство. И то, что ты сейчас говоришь, что оказывается, меня ищут. Вот так вот, такие вот у нас трусливые люди. Извините, да, прошу прощения, но этот человек меня веселит. Я не могу не веселиться с этого клоуна, но не могу не веселиться, он меня веселит. Я один раз допустил ошибку, когда с ним серьезно разговаривал. Это по поводу книг Аллаха и Сунна. Потому что я, честно говоря, моя ошибка была в том, что я реально поверил, что он сейчас будет доказывать достоверность этого хадиса, Корана и Сунна. Я реально поверил в это. И совершил фатальную ошибку, которая заключалась в том, что я со всей серьезностью начал как бы пытаться помочь ему и отвечать на его вопросы по поводу того, что от него требуется, что он должен доказать и как он должен доказать. Я изначально должен был понять, что это трусливый клоун, с которым нужно соответствующим образом разговаривать. Вот как бы моя ошибка в том, что я с ним серьезно разговаривал. А это просто как бы шут. Понимаете? Это шут. Это клоун. Это трусливый клоун. И никогда он со мной на дискуссию не согласится. Так, где этот? Сейчас, секундочку. Мы сейчас этого найдем. Вот, это Джаузи. Пишу, переварюсь к нему. Вот, я им вижу. Я готов с тобой дискутировать по теме, о которой шла речь в марте. Так, ну, конечно, еще пошутим. Если ты заканчив с женами и квартирами. Та-дам! Ладно. Ждать не будем уж, когда он прочтет. Скину в Телеграм скриншот, когда он это увидит. Если увидит, конечно, если решится прочитать. Все, ладно, на этом все. Хватит шутить над ущербными людьми. Ну, ущербные они, над таким ущербным можно шутить, потому что они сами выбрали ущербность. Люди, когда они развиваются и выбирают развиваться, улучшать себя, становиться лучше, быть честными, искренними, объективными, искать объективно и искренне искать истину, такая ущербность их не постигнет. А такие люди, которые специально выбирают порочный путь, путь лжи, обмана, лицемерия и так далее, это ущербность, над которой можно и нужно смеяться и глумиться, потому что они сами в этом виноваты. Так, тут уже время намаза наступило, поэтому извиняйте, за этим закончим. Пообщаться, к сожалению, не получится. Иншаллах, как-нибудь в другой раз, я обязательно немножко освобожу свое время и обязательно постараюсь, я очень сильно этого хочу, но вот из-за времени, из-за трудностей пока не получается. Иншаллах, я хочу еженедельные встречи здесь устраивать, ВКонтакте, чтобы с вами пообщаться и какие-то темы обсудить. Иншаллах, постараемся это организовать в будущем, ближайшее будущее. Всем доброй ночи, не забывайте свои дуа. Саламу алейкум ва рахматуллах и ва баракату.